И так мы возвращаемся в студию общественного и независимого телевидения. Мы говорим о том, что свадьба это реализация мечты невесты. И тем не менее, как по мне, так мечта реализовалась в тот момент, когда она услышала слова любви и предложения. Ну, сейчас, конечно, нет. Сейчас, подождите. Вот это как раз было просто началом реализации мечты. Потому что, в принципе, вы же прекрасно понимаете, что, конечно, очень хочется, чтобы романтическое предложение было красивое. Но, к сожалению, там бывают какие-то, допустим, обстоятельства, которые не дают, допустим, этого сделать. Поэтому понятно, что жених должен уже отработать потом и сделать или помочь сделать красивую свадьбу. Вопрос в том, что, опять же, я вот очень часто ребятам, которые к нам приходят, говорю простую фразу. Ребят, у вас есть свадебное путешествие? Вы уже поехали куда-то? Они говорят, нет. Нафиг вам эта свадьба? Вот возьмите, купите билеты и куда-то поедете. Они говорят, ну как же, мы же хотели денег потратить. Я говорю, подождите. Есть вещи, которые вы должны запомнить. Вот свадебное путешествие, если вы поедете, вы запомните, вот действительно распишитесь, поедете. А вот если деньги на свадьбу оставились, давайте. Да, то есть мы... Нет, я как девушка, Анатолий, с вами совершенно не слышу. Я понимаю, да, да. То есть поэтому хорошо, когда и на то, и на то, и на то хватает. Но самое главное, чтобы... Вот мы очень многим говорим, уедьте хоть куда-нибудь, хоть в Крыме, я не знаю. Если получается дальше, куда-то дальше. Мне тоже больше нравится такой вариант. Ну, уедьте куда-нибудь, так, чтобы просто... Правда, да, правда, романтично. Романтично, вообще, просто все для нас. Сколько может быть романтических поездок в жизни? Ну, это я одна, не одна. А свадьба, дай бог, одна. Ну, хочется свадьбу продлить. А продлить ее можно только тем, чтобы, не дай бог, на следующий день или через день не выйти на работу. То есть вот нужно сделать свадьбу, и куда-то на неделю, так, чтобы просто никто вас не видел, и вы никого не видели. Так что, конечно, собственно, не моя свадьба, или все-таки вот это самое свадебное путешествие? Может быть, стоит познать друг друга в свадебном путешествии предварительно? Ну, я думаю, что... Это же сейчас о чем, интересно? Которые уже там как-то пытаются создать полноценную семью, я думаю, они уже неоднократно проводили вместе какое-то долгое время. И, конечно, если есть возможность до свадьбы поехать в свадебное путешествие, ну, не в свадебное путешествие, а просто в какой-то отдых, это, безусловно, прекрасная проверка. Потому что так как парень и девушка могут проверить друг друга в условиях абсолютно другой страны, где нету никаких привычных развлечений или привычных друзей, это, конечно, безусловно, проверка. То есть это не невеста, не высотский пел, а невеста. Парня в горы возьми, да? Да, да, да. Я бы хотела добавить еще к вопросу, который нам задали по телефону относительно экономят ли деньги агентство. Ну, по поводу денег вам ответил Анатолий, но как человек, который, безусловно, ежедневно наблюдает свадебные торжества и включает те, которые были сделаны без участия какого-то агентства, как по мне, есть два основных минуса. Первый, хороший организатор может вам подсказать какие-то структуры свадьбы, самые необходимые моменты. Например, безусловно, крайне важен хороший ведущий, потому что он создает там настроение. Ну, еда мы уже обсудили. Есть такой момент, когда многие жених и невеста хотят пригласить всех абсолютно гостей, с которыми они там дружили на протяжении всей своей жизни. Им кажется, чем будет больше людей, тем как бы лучше праздник. Но это совершенно не так, потому что во время свадьбы, как правило, оказывается, что люди абсолютно разных компаний, абсолютно те, кому вы уже далеко не важны. И в итоге часто бывает, что вообще невеста может остаться одна в зале, потому что те пошли покурить, те ушли туда. И я бы крайне рекомендовала приглашать тех, кто действительно вам важен или с кем вы общаетесь в ближайшее время и планируете продолжать общаться. И отсутствие организатора еще очень явно может сказаться на самом дне проведения свадьбы, потому что хороший организатор предоставляет вам не только подготовку, но еще и координацию самого мероприятия. И у невесты не болит голова, когда мне нужно сейчас пойти на танец, или мне нужно сейчас дать деньги фотографу, или мне у того гостя проблема. Хороший организатор возьмет полностью все проблемы на себя. Он скажет, когда нужно выйти, когда зайти, и невеста в этом случае просто может расслабиться и быть, в принципе, гостем на своей собственной свадьбе. Это дорогого стоит. Итак, это в пользу организованной свадьбы. Хорошего агентства. Вот именно этого я и хотела от вас услышать. Но давайте все-таки найдем вот эту точку, когда вы их берете за руки. Вот в какой момент вы их берете за руки и ведете цепочки к себе? В тот момент, во-первых, когда они готовы. Потому что на самом деле брать заранее нет смысла, потому что люди еще не определились. Мы самое главное советуем, вот вы когда решите, что вы готовы с кем-то работать, причем мы не говорим обязательно с нами. Вы тогда просто все свои проблемы, да, или, допустим, пожелания расскажите, чтобы кто-то не пытался догадаться, допустим, что вы еще что-то хотели. Чтобы вам комплексно помочь, вы расскажите все, что вас беспокоит. Вам не подходит какая-то ситуация с фотографом, расскажите, что вы, не дай бог, его вдруг там по настроению не выгнали, там, не знаю, в 8 утра, когда он придет только вас снимать. Вы все в нервах, а он скажет, мне так не подходит, встаньте по-другому, да, там, предположим. Поэтому для того, чтобы вообще убедиться в том, что вам подходит человек, с которым вы работаете, вам нужно с ними пообщаться, с фотографами, с операторами, с агентством, со всеми. Потому что может оказаться так, что вы, заказав кого-то по телефону, получите совсем не ту услугу, о которой там предполагали. Может быть, вы такой счастливый человек и вам повезло, да, допустим. Но давайте не верить в везение, давайте верить в то, что 7 раз один отрешет, а как раз о том, о чем нужно говорить, что свадьб все-таки делается один раз. Это не тоже там путешествие, которое можно один раз поехать неудачно, а второй раз поехать уже правильно. Это уже какие-то затраты, это уже, допустим, вот у нас часто бывает такой вопрос, например, там, у нас будет там, предположим, ведущий такой-то, да. Мы не говорим, что там ведущий есть лучше или хуже. Мы говорим, хорошо, вы пообщаетесь, посмотрите его видео, пообщайтесь лично с ним, пусть он расскажет, как это будет происходить, узнаете, где он работал и так далее. Получается некая картинка, в процессе которой люди узнают, да, этот человек либо подходит, либо не подходит. Это касается почти всего. И когда вы общаетесь с человеком, там, с организатором, и он рассказывает о том, как он видит вашу свадьбу, и рассказывает вам, допустим, там, 5 деталей, а общаясь с другим, вы слышите от 25, значит, вы понимаете, должны, что, наверное, там информацию дают немножко больше, значит, люди понимают немного больше. И возможно, что вам из этих 25 деталей нужны все равно все те же 5, но вы понимаете, что хочется, чтобы, знаете, как на операционном столе, хочется, чтобы вас резал, не дай бог, не хирург, а не все-таки ученик. Да, поэтому так связано и с любым, в общем-то, процессом. Сделаете там, ну, колечко какое-то обручальное, где-то не там, камень выпадет на следующий день, там, предположим. А вот у меня уже, там, 15 лет и не падает. А вот в связи с этим я и хочу спросить, Светлана, а ваш дневник невесты, он что предполагает? Вот этот длительный марафон или вот этот святой день, когда ты должен встать в 5 часов утра? Да, дело, что, да, дневник невесты создавался для того, чтобы вот пройти весь этот длительный марафон, для того, чтобы ознакомиться с разными предложениями, узнать о разных изюминках каждого представителя данного направления и сделать правильный выбор. Мы специально там представили ряд вопросов, которые подтолкнут вас к правильному решению, потому что даже создавая этот дневник, когда я просто открывала информацию, которую мне присылали партнёры, я падала в обморок, я не знала всех этих деталей, я не знала, что столько всех моментов нужно. Ну, это уже второй вопрос, вот, но это очень важно знать, и поэтому мы подходили к этому кропотливо. Он так и начинается, первую страничку открываете, там написано, вы родились, три точки, и потом пошло дальше. Мы познакомились и так далее. Вот, поэтому очень важно услышать мнение многих людей, сделать свой выбор, и, может быть, даже при общении, тот человек, который делает меньше, он вам более симпатичен, и у вас получится, ну, приятный праздник. Этим нужно воспользоваться, давите своему сердцу, вот оно вам подскажет. Ну, хорошо, мы говорим о том, что, в принципе, агентства или центры, которые предоставляют эту услугу, могут по большому счёту всё. Это люди, купающиеся в своём деле, любящие своё дело, живущие в нём. Но есть тут другой нюанс. Сегодня существует и очень, наверное, так к этому трепетно относятся, к моде. Изменилась ли мода на свадьбу? Чёрная на женихе, белая на невесте. Сейчас мы узнаем у нашего телезрителя. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, у меня такой вопрос. У меня внук имеет совершенно замечательную девушку-невесту. Мы бы хотели сделать им такой подарок свадебный. Разместить их красивые фотографии в вашем журнале. Это возможно или нет? Да, безусловно. Журнал у вас очень такой красивый. Спасибо. Это было бы память на всю жизнь. Спасибо. Да, я с вами вполне согласна, что размещенные фотографии в журнале, они остаются таким семейным альбомом, который потом с гордостью вы показываете детям, внукам. Это такой момент, как бы начало вашей семейной истории. Если вам это интересно, звоните к нам в редакцию. Вы найдёте в журнале наш номер телефона. И также можно разместить, больше вам скажу, фотографии как внутри журнала, так и на обложке. Подумайте, если вам это интересно, будем рады. Спасибо вам. Что касается моды. Да, моды и традиции. Безусловно, каждая невеста и каждый, наверное, жених хотели бы, особенно невеста, хотят видеть свою свадьбу индивидуальной. И сейчас есть такой большой доступ к иностранным журналам, к иностранным веб-сайтам. И у них, конечно, культура свадеб, она очень давняя. И, видя, многие невесты приходят, и вот они хотят конкретно что-то по журналу. Мы в Ренессансе поэтому стараемся постоянно привозить какие-то американские или европейские журналы, какие-то постоянные книги, чтобы было от чего отталкиваться. А мне понравилась реплика Анатолия. Вначале бедные иностранцы, они не были на нашей свадьбе. Так у них единственное, что есть, так это только цвет. Они, в принципе, уже сто лет экспериментируют только цветом и цветами. Просто мы вот здесь делали свадьбу. У меня однокурсница из института вышла замуж за американца. Он живет в прекрасном городе. Да тоже. Нет, нет, нет. На побережье одного залива, который Алиса прекрасно знает. Да, и вот у них в его семье свадебному агентству около 90 лет. То есть это как бы, ну, в принципе, Америка страна достаточно уже взрослая. И там не было, как у нас, перепитий, смены капиталов, забора от одного у другого и так далее. И вот то, что передается из поколения в поколение, он говорит, очень много поменялось. Понятно, с тех пор у них есть фотографии многолетней давности, как это происходило когда-то. И они посмотрели на те фотографии, которые есть у нас, ну, в нашем агентстве, скажем так. Он говорит, что у них все просто. Вот красиво оформленный стол, может быть, у кого есть деньги на какую-то звезду, и может быть, ну, какие-то изыски или место в ресторане, и иногда какой-то ведущий, что очень редко. Вы даже сами музыканты там пару слов как бы говорят, и этого уже достаточно. Когда он увидел те возможности, которые мы предлагаем, мы для него стали похожи, знаете, как на Робинзона, который что-то изобретает, изобретает, изобретает для того, чтобы выжить, так скажем. Но мы настолько изобретали, чтобы выжить, что мы уже можем делиться с ними. И есть ряд деталей, которые на самом деле им не были известны. И когда мы сделали здесь им свадьбу, а потом как бы он туда уехал, она мне потом звонила, говорит, мы показывали фотографии нашей свадьбы здесь. И говорит, блин, вообще у людей был шок. То есть, а как вот это вот что делают? Они продавали билеты на Марс и хотели ехать в Одессу. Ну, как-то так. То есть, поэтому, в принципе, в какой-то степени, ну, я скажу там, что, например, там продукция нашей компании, мы делали одно мероприятие выездное, вот одно агентство, которое работает не в этой стране, я не буду говорить в какой, мы туда все это вывезли на самолете, а потом собирались везти обратно. Мы сэкономили, мы там это продали. То есть, просто вот все, что у нас было, мы продали в той компании, которая нам там помогала решать какие-то технические вопросы. Они все это купили и прекрасно там работают. Да, поэтому, ну, мы заработали там… Франчайзинг. Ну, это не франчайзинг, это просто нормальный, правильный подход, сэкономили назад на билетах и так далее. И добавить насчет еды, касательно заграничных свадеб, мне недавно довелось побывать на двух французских свадьбах, и у них совершенно иной стиль подачи еды. У них основная трапеза происходит на фуршете, которая длится достаточно долго, около двух часов, и фуршет полноценен. Там есть… Где-то там жарят мяско на вертеле, где-то там разливают супчики. И я, как человек, ну, с нашей страны, привыкший плотно кушать на свадьбе, подумала, что ну что же я буду наедаться на фуршете, так как у нас же еще будет большой банкет. И это была моей колоссальной ошибкой, потому что оказалось, что вся основная еда, как раз она и происходит на фуршете. После того, как мы сели за стол, спустя 30 минут были вынесены такие маленькие эскалопы, две штучки, через час было вынесено мяско слабой прожарки, буквально небольшая порция, и еще через час был подан десерт. Конечно, наедться этим за всю ночь мне не довелось, я ушла голодная, и в тот момент подумала, что если бы, не дай бог, у нас оказалась такая свадьба в Одессе, подумали бы, что просто нищие люди, у них нет, к сожалению, возможности. Сочувствующие вам звонят. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотела, у меня внучка выходит замуж, и у них это на классе все время с женихом, с родителями, все спорят, где лучше заказать, как лучше заказать все. А вот здесь у вас такая услуга, чтобы можно было бы прийти и спросить, чтобы вы посоветовали конкретно, вот, чтобы можно было снаряд там померить, чтобы можно было меню посмотреть, вот, чтобы не только почитать, что это такое, но и увидеть, сколько это действительно будет стоить. Вот, если у вас такая услуга. Информационная. Конечно, ну, я не могу уговорить за агентство, но в банкетный добрый ниссанс вы можете прийти, и, безусловно, все посмотреть, и вам тут же покажут меню, и примерно просчитают ваш бюджет, то есть, уходя, вы, в принципе, будете знать, сколько вам это будет стоить, и уже на месте вы можете посмотреть любой зал, который вам ближе к душе. Ну, при этом, наверное, все-таки еще мне нужно сказать, потому что здесь беспокоит, наверное, общий вопрос. Дело в том, что, раз они спорят, это не просто так. Во-первых, я уверен почти, что у них нет организатора, либо нет грамотного организатора, потому что, если есть вопросы, и эти вопросы заданы мне организатору, то он бы уже давно бы ответил на большинство из них. Начать надо было бы с того, на самом деле, у нас очень часто начинается встреча с того, что приезжают сначала молодожены, потом им, в принципе, все подходит, и приезжают родители, да, то есть это у нас второе знакомство заново по новому кругу. Мы знакомимся, и у родителей возникает миллион вопросов. Наша задача сделать таким образом, чтобы родители остались спокойны, чтобы они, в принципе, для себя в голове определили, что они готовы потратить какую-то сумму, доверились молодоженам, по причине того, что изначально они им, конечно, не доверяют, но доверились с той точки зрения, что вот есть ребята-организаторы, которые все понимают, они, конечно же, бывают нам, пока мы ведем процесс организации, сами отдельно звонят и спрашивают, а как там дела, а все ли так, как мы бы хотели. И если вдруг есть какие-то разногласия, то мы пытаемся срастить таким образом, чтобы и родителям все подходило, и молодоженам все подходило. Если же есть какие-то непонимания, например, там, а как же с платьем быть, а как с фотографами и так далее, мы обрисовываем цены приблизительно от и до по каждой позиции. Люди себе складывают картинку и понимают, что они готовы либо сюда двигаться, либо сюда, потому что, ну, свадьба – это, знаете, как можно сказать, низкое выражение – магия маленьких цифр. Когда вы собираете много цифр вместе, вы получаете огромную цифру, которая вроде бы, вот, ну, вот смотришь, ну, нету этой цифры. Начинаешь складывать, ее получаешь, и калькулятор не врет. Проблема в том, что мы очень часто, так же, как, в принципе, с любым, как бы, там, банкетным столом, хотим, чтобы люди остались сыты, вот здесь точно так же. Давайте свадебную платью возьмем, ну, еще на 200 долларов, как бы, оно вроде бы дороже, ну, и ладно. Но вот это вот каждый раз на 100, на 200 долларов дороже, приводит к какой-то определенной сумме затрат. Поэтому агентство должно сложить более или менее грамотный подход изначально. Ну, значит, говоря, оптом дешевле. Оптом дешевле, но мы не можем, допустим, сделать дешевле свадебное платье, мы не контролируем, как бы, этот момент. Поэтому мы рассказываем все, что нужно, и, в принципе, вот так же, как и из них невеста, у нас есть, образно говоря, список необходимых затрат. Вот когда мы его выкладываем людям, показываем, они уже, на самом деле, для себя узнают еще какие-то детали, которых не было, но с которыми они могли бы там неприятно познакомиться в конце. Потому что они, например, забыли про то, что им надо было бы сделать какую-то вот такую специфическую съемку, или что им, например, нужно каким-то образом... Именно бюджет свадьбы есть. У меня есть два вопроса. Это их подталкивает к тому, чтобы они понимали, сколько это им может хотя бы стоить. Да, то есть теперь в вышедшие дневниках невесты половину свадеб в городе отменят. Да, я понял. Светлана, я понимаю, что суть этого вопроса как раз-таки, ну, камень в ваш огород. То есть вы, по идее, должны либо в дневнике невесты, либо в своем журнале «Свадебный делюкс», что называется, собрать реестр всех свадебных услуг, всех свадебных центров, где бы... Есть у вас это такое? В принципе, мы в журнале и рекомендуем именно те компании, которые проверены и... Зарекомендовали себя на рынке. Зарекомендовали себя на рынке, безусловно, потому что у человека раз в жизни свадьба, он не может ошибиться, мы не можем рекомендовать просто... Свадьба — это неминное поле. Неминное. Здесь нельзя ошибиться. Это очень важно, поэтому на самом деле мы работаем с проверенными людьми, с профессионалами своего дела и готовим один еще такой небольшой сюрприз, где можно будет сделать такую репетицию свадьбы, узнать, что это такое. Мы об этом расскажем позже. Мы не будем заступать вперед. В чужие секреты не лезу, но у меня есть Анатолию вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сегодня очень модно говорить экономный вариант, лакшери, разные уровни. В принципе, это действительно возможно, что называется, на любой кошелек? Или свадьба... Есть сложившиеся представления, что свадьба — это изначально дорого. Проблема в том, что люди, во-первых, неправильно относятся к своему бюджету, во-вторых, любой банкетный зал досуживает представление у всех, что, например, что бывает, что в Ренессанце, допустим, дорого. На самом деле, там о 400 гривен, насколько я знаю, меню на человека. Есть представление о том, что компания «Шоу-центр» — это там... Ну вот нам вполне недавно сказали, у нас есть такая услуга, как «светящиеся столы». Вот такая. Нам приходят и говорят, мы так хотели взять ваши столы, но нам скажут, что один стол стоит 400 долларов. Я говорю, конечно, спасибо кому-то за рекламу, но один стол стоит 80 долларов. То есть, и действительно, это красивая, светящаяся такая конструкция, которая очень украшает, как в данном случае, сам банкет. Вопрос в том, что для начала люди должны для себя понять, что есть те люди, которые предоставляют услугу, а есть посредники. Поэтому, когда вы ищите грамоту организатора, нужно, чтобы организатор не брал деньги за все, а за свою работу и давал тех, кто дает реально эту услугу. Тогда получается, что у вас нет цепочки наложенных денег поверху, как бы, а все-таки реальная цена плюс организатор, который берет какую-то сумму. Это не только Светлана Работа, к сожалению, как бы все-таки люди бывают ошибаются, бывает подружка говорит, допустим, вот у меня был классный ведущий, но подружка не видела другого, который на самом деле немножко лучше. Вот у меня был классный организатор, но на самом деле она не знает, что он заработал в нее три дорого, допустим. То есть у нас был случай, например, как бы вот нам вчера жаловалась невеста, что она заказала съемку у одного оператора, она заказала сама, где-то его нашла, и оператор там сказал сначала одну сумму, а по итогу взял в четыре раза больше. Сказал, не, ну подожди, ну там же было еще вот это, вот это, вот это. Невеста, а как же, ну мы же договаривались. Если был бы организатор, то никогда бы этот оператор не взял бы сумму больше, потому что организатор контролирует те вопросы, которые на самом деле были произнесены там оператором, фотографом, там еще кем-то. Можно ли сказать, что, собственно говоря, компании и организаторы это реноме, это репутация прежде всего? Я вам скажу, что если бы при мне, допустим, вот было там сделано то, что было вот сказано этим оператором, я не думаю, что этот оператор еще бы где-то в этом городе бы работал по причине того, что мы бы сложили бы такую репутацию, чтобы никогда бы у него больше бы не получилось это. Поэтому если бы даже там, допустим, при контакте там с нашей организацией кто-то бы захотел бы вдруг неожиданно попытаться каким-то образом взять клиента немножко больше денег или каким-то образом попробовать заработать как-то не так, они бы никогда бы даже не пошли бы на этот шаг. Потому что те организаторы, которые в городе заслуживают доверия и в какой-то степени имеют какое-то влияние, никогда никто при них не сделает неправильных шагов, потому что это репутация. А нашу репутацию мы защищаем, потому что нам важно, чтобы люди потом пришли к нам опять. И любой организатор будет бороться за то, чтобы в его присутствии или в процессе его организации не было недопущено ни одной ошибки. Поэтому, в принципе, любой организатор это экономия, но они тоже разные. Поэтому... Хорошо, я понимаю, что банкетный зал Ренессанс, с одной стороны, работает с несколькими организаторами, с другой стороны, наверняка вы, как компания, работаете с несколькими банкетными залами. У вас же тоже складываются предпочтения и с чем-то связан ваш выбор. Давайте я отвечу правильно и на самом деле сразу за банкетный дом Ренессанс. Мы на самом деле, так как и банкетный дом, так и мы, у нас есть уважение мнения клиента, который приходит. Клиент уже кого-то выбрал и наша задача, и задача банкетного Ренессанс не навязывать. Если человеку подходит выбранный организатор, значит, банкетный дом Ренессанс работает с тем организатором, который подошел. Если клиент выбрал какой-то банкетный зал, мы не навязываем абсолютно. Мы работаем в маленьком городе. Если мы будем навязывать банкетные залы своих организаторов, я боюсь, что завтра мы превратимся в некое, наверное, отчуждение общества, потому что они что-то свое навязывают. Наша задача, на самом деле, работать с клиентом и помогать ему сделать какой-то определенный правильный выбор. Но если они уже выбрали правильный, хороший банкетный комплекс, зачем нам ему подсказывать что-то другое? Они уже сделали выбор. Поэтому мы, на самом деле, как и все, ни в коем случае не отговариваем человека. Вы симфонический оркестр. Нет, мы правильный дирижер. Ну, естественно, вы симфонический оркестр, а не прием. Если мы понимаем, что вот эта скрипка была неправильна, или она работает неправильно, или мы знаем, что эта скрипка работает неправильно, мы сначала попробуем подсказать скрипке, как правильно работать. Если скрипка не работает, да, конечно, мы скажем об этом людям, потому что у нас лежит ответственность за то, как потом оркестр сыграет на презентации, допустим. Я бы хотела добавить, что когда… Есть еще такой момент, когда, допустим, какой-то там подружка советует, что вот у меня был прекрасный там фотограф или прекрасный организатор. Есть личностное желание. Может быть, безусловно, там прекрасный фотограф или там оператор или агентство, но вот конкретно этой невесте летом уже не ходят, а человек не подходит по каким-то личностным факторам. Поэтому я всегда рекомендую, как уже Анатолий сказал, общаться с людьми, которые будут делать ваш праздник. Это люди, которые будут вашими друзьями на ближайшие как минимум полгода. И поэтому, если вам понравилась там работа этого фотографа, но он вам неприятен как человек, вы должны понимать, что вы будете ему улыбаться весь день свадьбы. И в дальнейшем, если у вас нет личного контакта, просто у вас может сложиться плохая работа, хотя это может быть, безусловно, профессионалом. То же самое касается агентств. Есть много агентств, и они абсолютно разные. Есть разные профессионалы, но вы когда общаетесь с человеком, который будет организовывать ваш праздник, вы должны понимать, что он слышит вас, он слышит вашу мечту, он слышит, чего вы хотите на самом деле. И тогда выбирайте сердцем, но скорее интуицией. Светлана, итак, что такое свадьба? Давайте мы будем подводить... Свадьба — это праздник души, это праздник двух сердец. Который нужно провести, провести достойно, и, конечно же, нужно служить... Я присоединяюсь к всему сказанному, на самом деле, это очень важно, да, выбрать человека, который будет тебе по душе. Потому что он помогает тебе сделать твой праздник, он помогает тебе сделать этот праздник ярче, эффектней и запоминающийся. Ну, и еще раз я уточняю еще вопрос. Я добавлю, мы на самом деле делали очень много мероприятий, и с очень многими людьми мы, ну, честно говоря, становимся где-то там друзьями, крестными и так далее. То есть, в принципе, это показывает то, что мы не просто даже там сделали праздник, и на этом все закончилось. Мы с очень многими людьми продолжаем общаться, и действительно, как бы это большой плюс лично для нас самих. То есть мы понимаем, что, во-первых, на этом не заканчивается. Во-вторых, что в процессе самой организации ты не просто как бы там делаешь какую-то техническую задачу, помогая человеку, но становишься в какой-то степени его другом. Потому что очень многие люди с тех пор, как бы вот как мы сделали какой-то праздник, не уходят из поля зрения, а мы продолжаем общаться на какие-то другие абсолютно темы. То есть я понимаю, что у вас не только свадьбы, но и, наверное, какие-то крупные семейные торжества уже без вас. Конечно, но я сейчас говорю, кстати, не о них. Понятно, что мы делаем потом и год ребенку, и Кристины, там, допустим, и юбилей свадьбы и так далее. Мы просто потом общаемся как люди, которые в процессе все-таки мероприятия стали как бы знакомы, стали друга понимать. Все-таки свадьба – это какой-то личностный праздник, и поэтому обмениваясь там друг другами какими-то анекдотами, включая даже встречи, то есть, ну, просто вот, просто становимся с кем-то даже дружить. Потому что, в общем-то, так вот оно как-то должно быть. Вот у нас самый большой комплимент агентствам и нам, когда клиенты возвращаются. Ты понимаешь, что ты сделал людям праздник, и, ну, наверное, нету больше похвалы, чем когда там твой жених с невестой, которые там поженились три года назад, приходят спустя три года, чтобы отметить годик ребенку или, там, юбилей мамы. Ну, это, наверное, самый большой показатель успеха. Ну, вот, 5-го числа открывается выставка. Насколько я понимаю, третья выставка в Одессе. Сергей Петрович говорит, что на фоне других выставок, это не единственная свадебная выставка в Украине, на фоне других выставок наша Одесская отличается. Вы участники этой выставки третий сезон или впервые? Третий сезон. Что дает выставка? Зачем? Нужна ли она? Для нас это, наверное, способ показать многим людям, ну, во-первых, зарекомендовать себя, потому что, несмотря на то, что мы уже 5 лет на рынке, далеко не многие нас знают. И когда люди приходят и говорят, боже мой, где эта красота, где это, ну, конечно, для нас шок, что люди до сих пор не в курсе. Но, помимо этого, есть такой какой-то там стереотип, что мы дорого стоим или у нас какие-то там, ну, не те условия. И, безусловно, присутствие менеджеров по продажам на выставке, которые могут моментально оговорить с людьми все наши условия, они для многих людей становятся открытием, что, оказывается, у вас весьма доступные цены. И, помимо этого, мы стараемся давать какие-то акционные условия. Например, там, на этой выставке у нас будет ряд достаточно больших скидок, и в три дня на выставке можно заказать мероприятие с большой скидкой 15% и получить достаточно большое количество льгот. И даже на тяжелый месяц в сентябрь. Да, ну, если есть места, безусловно, на любой, на любой. Понятно. Что вы скажете, Светлана? Что касается выставки, это такое, знаете, такое достаточно серьезное мероприятие, на которое, я думаю, что представлены лучшие компании. Лучшие компании, которые могут себя показать, показать новые продукты, показать новые веяния. С ними можно поближе пообщаться. Они собраны все в одном месте. Не нужно ездить, да, можно посетить одного, второго, третьего, увидеть, кто как выглядит, приятно тебе общение, либо нет. И это, конечно, реализация из себя. Реализация, мы даем возможность ознакомиться поближе, рассказываем о возможностях, которые люди, может быть, даже и не знали. Это очень важно. Анатолий? Есть две страны. Первое. Для нас, например, выставка — это абсолютно непонимание, каким же образом в маленький павильон засунуть все свои возможности. Второе. Это действительно три дня нужно быть на выставке, чтобы общаться с людьми. И непонятно, когда общаться с теми, с кем уже нужно общаться, с кем мы уже давно договорились и делаем мы мероприятия. И они говорят, мы к вам хотим подъехать, пообщаться по какой-то опленной детали. А ты понимаешь, нужно сказать, что все-таки вот сейчас на выставке, если удобно там, а там людям, конечно же, неудобно, приходится переносить встречи. И третье. Это, конечно, возможность показать людям то, что мы можем, хотя больше приходится показывать где-то дополнительно на ноутбуке, либо еще на чем-то, потому что выставка — это максимум презентация одной, двух, трех возможностей, не более того из тысячи возможных. Но для, наверное, все-таки для молодоженов это возможность посмотреть, кто же в городе в данный момент находится, ну, наверное, не будем там как-то утаивать, находится в такой финансовой возможности, чтобы заплатить какую-то недешевую все-таки цену на выставку. А раз у людей есть эти деньги, значит, они все-таки каким-то образом зарабатывают, и, значит, к ним тянутся их потребители, значит, им тянутся, соответственно, их клиенты. А это не просто так, значит, у них есть имя, и, значит, они неплохо работают. И дальше уже на выставке, посмотрев людей этих на выставке, придя уже к ним в офисы и полностью ознакомившись с их возможностями, выбрать того же, кто-таки все-таки мог бы организовывать их мероприятие. Самое главное просто для всех людей – это не торопиться. Мы даже, когда к нам приходят в первый раз, вот в Одессе есть такая, наверное, как бы, может быть правильная для кого-то, а может и неправильная такая система авансов. То есть люди, первый раз увидев людей, говорят, ну, дайте нам аванс хотя бы 100-200 долларов, мы как бы там вам все сделаем. Некоторые люди сразу дают авансы, и потом приходится их даже терять иногда, потому что они потом понимают, что дав аванс первый раз вот там, они нашли там, допустим, там фотографа, оператора или еще кого-то немножко лучше, да, допустим. А как же уже быть? Там уже деньги оставили, то есть этому сейчас дадим, тот уже стал как бы, тот уже не отдаст, потому что вот такие вот. То есть мы, во-первых, в принципе, у нас такая система, мы не берем аванс, нас заставляют их брать. Да вот вы уже возьмите просто, чтобы у вас было, мы так спокойнее будем. Мы хотим, чтобы все наши клиенты сначала поняли, что мы подходим им, и что реально как бы они сделали лучший выбор. И не важно, будем это мы или кто-то другой. Важно, чтобы вы выбрали того, кто сделает вашу свадьбу идеальной. Итак, Анатолий за любовь с первого взгляда. Я поняла правильно? Но не заавансированно. Исключительно. Итак, уважаемые друзья, у нас сегодня в студии были потрясающие, как по мне, потрясающие эксперты. С одной стороны, они психотерапевты, с другой стороны, они феи. Но и в-третьих, я услышала, что они немножечко, немножечко еще и банкиры. Потому что так или иначе, они рационально мыслящие люди, хорошо ориентирующиеся в вопросе, любящие свое дело. И, соответственно, любящие вас, своих клиентов, а, соответственно, умеющие сэкономить. И тем не менее, выставка, это всегда праздник. Выставка, ну, пусть не свадьба, но свадебная выставка дает возможность действительно чуть-чуть примерить, чуть-чуть порадоваться заранее тому большому празднику, которому она посвящена. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok